Ильдар Шарахов Паша, Паша Это все мелочи Это мелочи, четвертая шутка про раз Смотри, остался один большой палец О, палец большой ты нет Есть, готово У нас в гостях был Ильдар Шарахов Спасибо большое Счастливо Нет, на самом деле мы слышали, что ты снимался в проекте Насте Ивлеевой Блогера и дороги И даже написал об этом песню Что за песня, что за передача, что за Ивлеева и кто вы все такие Да, действительно Я написал саундтрек проекту Настюхи Песня называется «Радоваться мелочам» О, мелочам, шестая шутка Пошел сам, молодец, красавец Да, ну слишком низко про это шутить Низко, седьмая пошла Просто невероятно Ну ладно, хорошо Еще у тебя вышел трек «Ноябрь» А, да, в ноябре я выпустил песню «Ноябрь» Вау, да ты прям креативщик уровня креативщик В ноябре, ноябрь Камон, это мне говорит человек, который ведет шоу про импровизацию, которое называется «Импровизация» Ай! 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 Жена ведет шоу про танцы, которое называется «Танцы» Ай! Мне продолжать Я предлагаю тебе сделать совместный трек, который будет называться «Совместный трек» Я с удовольствием Я тоже хотел подколоть, но потом вспомнил, что я играл гусара в сериале «Гусар» Я просто помолчу, рядышком постою И еще у тебя есть один сериал про комфортную зону Все абсолютно верно Да Слушай, ты же начинал как блогер, теперь ты певец, телеведущий, суперзвезда Вот в эту камеру можешь передать своим поклонникам несколько секретов успеха Они сейчас смотрят тебя, пожалуйста, всем этим трем недоумкам Если вы хотите быть богатыми, просто будьте богатыми Неплохо Это от Бузовой что-то прилетело Да Послушай, честно, я тебе скажу, что песня «Я в моменте» — фантастика Я фанат этой песни, мы с детьми заслушали до дыр Если бы мне было лет 15, я бы провел лето под эту песню Красавец, молодец, что это сделал Спасибо большое Да, да Права на песню «Я в моменте» тебе принадлежат Мы можем ее спеть все вместе, чтобы нас потом не оштрафовали на миллиарды? Да, конечно Поехали, три, четыре Эй, эй Все, спасибо Это мой любимый момент вообще в этой песне Это перекличка просто Эй, эй И дальше мы выключаем Я в моменте И пролетел который день, я не заметил На свои двух и мне навстречу только ветер Мне светит солнце, хоть и говорили все тут, что мне ничего не светит И мы раскрасим серый Питер, подарим ему улык Я в моменте Извините Не пишите Не звоните Нет Эй, эй Каким бы трудным не был путь Иду Куда глаза глядят И куда ноги ведут Эй Эй Я сейчас понял, что вот мне кажется Один из 99% населения страны Которая знает только Я в моменте И И И И И Это характеризует вас с лучшей стороны Здравствуйте Но я в моменте знаю все Эльдар 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 Я все вот ждал, когда 16 исполнится Ты прямо с Бибигона к нам Привет Конечно Привет Мне кажется большая часть зала даже не понимает с кем мы разговариваем Спой свою самую классную песню и все сразу поймут Нет микрофона Ты Венера, я Юпитер Ты Москва, я Питер Люди помогите Дышай Ты Венера, я Юпитер Класс Что ты меня затыкаешь? Первый раз на каменьке Слышь звездюк, не звезди, бой С 16 лет офигел совсем Давай сюда все вместе Ты Венера, я Юпитер Ты Москва, я Питер Люди помогите Дышай Ты Венера, я Юпитер Ты Венера, я Юпитер Ты Москва, я Питер Я Юпитер На одной орбите Вот кто такой Ваня Дмитриенко Аплодисменты Аплодисменты Ваня, спасибо Я все время слышу Ты Москва, я Питер Я так и думал Не могу Очень сразу строчка подходит Люди помогите Люди помогите Вань, слушай Ты в 15 лет записал трек, который стал дважды платином В 16 ты пришел на камень Что дальше? 19 госдума Нет, дальше тоже альбом Я хочу альбом делать А у тебя нет еще альбома? Нет Нифига То есть у тебя одна песня пока только всего лишь Ну То есть как бы из нее сложно сделать альбом Не, у меня между прочим скоро сольный концерт Из одной песни Второй сольный концерт за мою карьеру Представляете? Просто одну песню будешь петь в 6 часов Да, конечно Как большинство российских исполнителей Согласен что, удобно Давай отрекламируем твой концерт Да, у меня 10 ноября сольный концерт Я буду вас всех там ждать Вот А прозвучит ли там песня «Ты Москва, я Питер»? Да, три раза Очень хорошо Очень хорошо У тебя 10 ноября концерт, да? 10 ноября Как жалко, что эта программа выходит в эфир 26 ноября А концерт будет называться «Ты Москва, я Питер» видимо Именно так Абсолютно верно Слушай, что у тебя за история с проектом «Голос»? «Голос дети»? Ну, я туда приходил два раза и меня не брали Говорили, что петь я не умею, что я молодой А потом они написали, а уже Венера Нет, я ой Уже Венера, я уже у доктора Посмотрите Да, и Венера вышла И у нас уже просто не было времени туда прийти И нам, ну как бы нам пришлось свильнуть Но если они нас позовут, мы обязательно придем на «Голос» Послушай, такая же вот история с Харламовым была Как вот ты рассказал про «Голос дети» Харлашка тоже три раза костинговался на Джеймса Бонда Два раза подавал туда документы Ему потом на третий раз перезвонили Он сказал «Не могу, в гусарь снимаюсь» У меня такой вопрос Сейчас бытует мнение, что молодежь тупая Ты тупой? Нет, правда Блин, да я не знаю, нет Но по-настоящему это все стереотипы Потому что очень многие взрослые люди не понимают то, чем сейчас живет молодежь А по-настоящему сейчас молодежь, она просто гораздо свободнее, чем была раньше Но я сейчас не буду умничать Слушай, ну ты же уже в свои годы дофига, наверное, зарабатываешь Как тратишь деньги-то? Блин, какой интересный вопрос По-настоящему я недавно подарил машину своей маме Да, молодец, я тоже Ну по-настоящему, то есть Я не знаю, куда деньги свои тратить Я тебе отвечу, женись Вот так Я тебе даже так скажу Харламов тебе даст два конкретных номера женщин О, да Они решат твои проблемы Очень быстро Мать будет ездить на половине машины Да, сто процентов Ну как ты думаешь, твою школу переименуют в имени тебя После твоего взлета? Ну я очень надеюсь, что меня повесят на эту На доску почета И я когда Я думал, ты закончишь на фразе «Меня повесь» А ты хочешь на доску почета попасть? Ну это прекрасно Дети будут ходить и видеть то, что вот, ребята, вы все можете Типа «Школа не главная» Послушайте «Школа не главная» Нифига, подожди «Школа главная» Подожди, нельзя так «Школа главная» Надо учиться Вот учитель русского языка перед тобой стоит, между прочим Здравствуйте Вы кстати Я думал, вы гораздо старее выглядите в жизни А вы такие молодые Я серьезно говорю Я сколько себя помню Паша Уолин всегда был в телеке Я думал, что я приду У него уже седина Он молодой такой Я просто обалдел Блестит весь Послушай, тогда комплимент в твою сторону Ты в свои 16 лет выглядишь не очень Ха-ха, спасибо Послушайте Мне кажется, я выражу общее мнение Глядя на Ваню Глядя на таких, как ты, молодых ребят, которые приходят к нам сюда в Comedy Club Можно сказать, что все в порядке с молодым поколением Да-да, абсолютно 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 Мы тебе желаем удачи Аплодисменты, Ваня Да, да Спасибо большое Спасибо У нас в гостях блогер, ведущая Ида Галич Привет Привет Молодцы Ты меня повыше снимай назад чуть-чуть Снимай сильно повыше Можешь вот ту штору синюю снимать, пожалуйста А почему повыше? Это какой-то ракурс должен быть? Да, чтоб подбородка второго не видно было А, да? А че меня низко снимает? Ну так, ну так А вы знакомы? Да, мы вместе работали А это где это? Ты еще где-то работаешь, а? Смотрите-ка, а Ходит с камерой и работает Нам рассказывают я у вас на эксклюзивчике А сам, оказывается, где-то там по Галичам шатается, а? Так, Ида, у нас про тебя миллиард всего, поэтому начну сначала Давай Ида ведет классный проект на Муз ТВ Звезда в ответе Звездам показывают их собственное интервью 10-летней давности и обсуждают, как изменилась их позиция сейчас. Есть такое? Есть такое. Так а что звезды? Приглашай сразу депутатов. Там не надо больше интервью 10-летней давности. Просто предвыборные лозунги бери и спрашивай, как изменилась их позиция на данный момент. Почему бы нет? Еще! Давай. Ида запустила на YouTube новое шоу «Есть вопросики». То есть, подожди, ты запустила шоу «Звезда в ответе», в котором ты задаешь звездам вопросы, а потом запустила шоу «Есть вопросики», да? Два одинаковых шоу? Сначала было «Есть вопросики», а потом «Звезда в ответе». Просто логика. Что дальше будет? Шоу «Вопросики звездам»? Или какое? Где ты будешь задавать вопросы звездам, на которые они будут давать ответики на твои звездные вопросики? А также Ида ведет шоу «1.11. Кто умнее?» В нем ведущая задает взрослым и школьникам одни и те же вопросы. Так, подожди, у тебя есть шоу про вопросы звездам, про ответы звезд, шоу про вопросы не звездам и про вопросы детям и взрослым, да? Чего ты докопалась до людей со своими вопросами? Сколько можно? Отвечай на мой вопрос! Как это так? К тому же! Ида недавно купила Rolls-Royce за 35 миллионов. Ёлки-палки. Мне кажется, вот в этой камере у налоговой есть к вам вопросики. А что у тебя на тачке написано «Спасибо звездам за ответики?» А когда ты по городу едешь, что кричат? «Назадавала!» Как ты все успеваешь, Ида, скажи? На самом деле, это первая машина, которую я купила себе. Потому что до этого я покупала машину батя, потом еще раз покупала машину в семье брата, там помогала. И теперь решила порадовать себя и сама заработала и купила. Молодец, молодец, молодец. Когда ты успеваешь жить, ездить на этой машине, если у тебя одни шоу подряд? А я не то чтобы живу, честно говоря. Я еще мама. Да, а мы отцы. Спасибо, Зай. На всякий случай, я папа. Я тоже. Где наша Rolls-Royce? За 35. Мы тоже ведем передачи и задаем вопросики звездам. Хотя бы один на двоих, пожалуйста. Мне, кстати, кажется, что в Rolls-Royce не вставляется это детское кресло. Что не вставляется? Ну, детское кресло, я не понимаю, как это... Послушай, те, кому дарят Rolls-Royce, там вставляется до этого. Ты заработала сама, тебе не знать об этом никогда в жизни. Ида, у тебя есть мечта? Да. Какая? Давай. Ой, а вы можете ее сейчас исполнить? Нет, просто спрашиваем, есть ли у тебя мечта. Конечно. Зимняя резина на Rolls-Royce. И еще 8 передач, и она у тебя будет. Какая у тебя мечта, правда? Я бы хотела, чтобы вы с Гариком пришли ко мне в программу 1.11 на новогодний выпуск. Пожалуйста, поддержите меня. Ого. Ида, я с большим удовольствием. Я в этот день не могу. Ты не знаешь. А я мазу, но без него не хожу. Послушай, надо прийти к тебе на программу, что ли? Ну да, это моя мечта. Да вопросов нет, за Rolls-Royce все, что хочешь. Конечно, конечно, будешь задавать нам вопросы. Хорошо, придем, вопросов нет, конечно. Мечту исполнили? Да. Нет, нифига, еще не исполнили. Мы просто говорим «да». Блин, не... Но придем ли мы? Нет, но мы придем. Ты как мой бывший муж. Мне так говорила бывшая жена. Ровно так. Вот так мимо проходит. Ты как мой бывший муж. Ида, вот все твои, чтобы мечты исполнялись, включая нас, приходящих к тебе, чтобы ты купила 600 миллиардов других Rolls-Royce'ов и чтобы снялась во всех передачах, которых хочешь, нет. Спасибо. Красотка. Горжусь. Молодец. Салют. Карикатура на оперативников. Четыре патрона и все хвосты. Новый человек, новые технологии. А у Ликина потом робот-пылесос соберет. Ну разве я похож? Мы возвращаемся. Идите, отдыхайте, я сам с ним разберусь. Правда? Спасибо. Спасибо. Да нет, конечно! Девушки с Макаровым. Новый сезон. 31 января. Восемь вечера. На ТНТ. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова